Всем привет! Меня зовут Евгений Базаров. Я психолог-травмотерапевт, гипнотерапевт и системный расстановщик. Я помогаю мужчинам и женщинам избавляться от психосоматических симптомов, страхов и других дискомфортных чувств, а также работаю с бессознательными ограничениями в сфере отношений и личных финансов. Вот далеко не полный перечень тем, с которыми я работаю каждый день. В этом видео я расскажу о страхе публичных выступлений. Я расскажу об основных причинах возникновения этого страха. Я расскажу о механизме его возникновения, а также расскажу о существующих способах его проработки. Целью этого видео является дать вам как можно больше информации для того, чтобы вы могли наметить следующие шаги по избавлению от этого вида проблем. Я расскажу немножко о своей практике, о том, как я работаю с этим видом страхов, этим видом фобий. В описании к этому видео вы найдете ссылку на мою программу по работе со страхом публичных выступлений, а также чек-лист для самостоятельной диагностики. По окончанию этого видео вы будете знать, какие факторы приводят к появлению вашего страха. Узнайте о причинах и механизме его появления. Узнайте о способах работы с ним, их недостатках и преимуществах. Получите пошаговый алгоритм эффективной проработки вашего страха. Сможете избежать основных ошибок, которые совершают 95% людей. Итак, для начала давайте разберемся с чувствами в целом. Я делю чувства на два вида, первичные и вторичные. Первичные чувства – это чувства, которые возникают в ответ на раздражитель, присутствующие здесь и сейчас, и по своей интенсивности адекватные ситуации. Например, вы едете за рулем и испытываете чувство страха, когда машина перед вами тормозит слишком резко. Или чувствуете обиду, когда узнаете, что любимый человек вам соврал. Или вину, когда несправедливо накричали на ребенка. Вот перечень дискомфортных первичных чувств, которые вам скорее всего знакомы. Каждая из них имеет в своей основе определенную потребность. Страх – потребность восстановить безопасность. Обида – сделать ситуацию справедливой для себя. Вина – сделать ситуацию справедливой для другого. И так дальше. Первичные чувства – адекватная ситуация, то есть имеют соотносимую ситуацию интенсивности и продолжительности. Быстро проходят и не задерживаются в сознании, потому что достигают пика и идут на спад. Имеют в качестве причины потребность, которую необходимо удовлетворить прямо здесь и сейчас. Вторичные чувства – это чувства, которые возникли когда-то в прошлом, когда ресурсов на их проживание не хватало и которые были вытеснены в бессознательное. Эти чувства появляются при появлении раздражителя, напоминающего травмирующую ситуацию. Вторичные чувства появляются в результате проекции – наложения образа прошлой ситуации на ситуацию, происходящую здесь и сейчас. Любой стимул, напоминающий первую ситуацию, вызывает тот же эмоциональный отклик, что и тогда. Если говорить о страхе, то это страх, который возникает тогда, когда бессознательно считает опасным то, что было опасным когда-то в прошлом. Простой пример – страх собак. Допустим, в возрасте 3 лет вас покусала большая собака. Поскольку вы чувствовали сильное чувство бессилия и ваше выживание было под угрозой, бессознательное начинает считать собак опасными. При виде собак вы начинаете испытывать сильный страх, возможно даже панику. В детстве эта реакция была вполне адекватной. Пока вы маленький, а собаки большие, лучше их избегать. Однако с возрастом чувства не проходят. Вы стали большим, но по-прежнему чувствуете панику при виде собак. Вторичный страх всегда неадекватен, возникает и неподходящее время и в неподходящих условиях. Вторичные страхи причиняют владельцу множество страданий, так как часто удерживают человека от значимых действий, проявления себя в обществе, создания отношений, общения и тому подобное. Если вы смотрите это видео, то скорее всего ваш страх является вторичным. Просто потому, что первичные страхи, как правило, не вызывают большого дискомфорта. Если вы боитесь выступать публично, то скорее всего этот страх возник когда-то в прошлом. И возможно в вашей жизни были ситуации, связанные со стыдом, каким-то позором при выступлении публично или другими ситуациями, которые сделали вас предрасположенным к тому, чтобы бессознательное стало считать данное проявление себя в группе опасным. Если представить жизнь человека как линию времени, то развитие симптоматики чаще всего происходит следующим образом. Человек рождается, растет, развивается, как все обыкновенные дети. Затем в жизни его происходит некое событие, которое связано с высоким эмоциональным стрессом, психологическая травма. На графике эта точка обозначена как ядро. Для избегания повторения подобных ситуаций, бессознательное вырабатывает определенную стратегию защиты, например, страх. С этим страхом человек продолжает свое развитие, пока в его жизни не происходит еще одно событие, подтверждающее опыт ядра травмы. Возникает ретравматизация. Бессознательные выводы о себе и мире, сделанные в первой ситуации, подтверждаются. Страх усиливается. Например, в детском саду ребенок забывает стихотворение на утреннике, и толпа взрослых и сверстников его высмеивает. Стыд и унижения были настолько сильными, что в бессознательном сформировался вывод, проявлять себя в группе опасно. Появилось дискомфортное чувство, страх оценки, проявление себя в группе. Человек начинает избегать самовыражения при людях, становится незаметным и замкнутым. Позже в его жизни может случиться еще несколько событий, подтверждающих выводы, сделанные в момент травмы. Например, подошел познакомиться к девушке, она его жестко отвергла. Или в школе учитель язвительно отчитал его у доски. С каждым таким болезненным событием, бессознательное убеждение о том, что проявление себя в группе опасно, становится только сильнее. Как и стратегия защиты от подобных ситуаций, страх проявления и оценки. Именно так легкий дискомфорт перерастает в парализующий страх и фобию. Таким образом, еще раз объясняю, как развивается то или иное дискомфортное вторичное чувство. Если мы говорим конкретно про страх публичных выступлений, то, скорее всего, этот страх в том виде, в котором он есть у вас сегодня, он не был таким изначально. У него есть некая история развития. И эту историю можно проследить до самых ранних ситуаций, когда этот страх появлялся. Например, вы учились в институте, и в 20 лет вы помните, что вам уже было дискомфортно выступать с рефератом. Вы можете вспомнить какие-то особо неприятные, интенсивные ситуации, связанные с публичным выступлением. Например, где над вами смеялись или вас негативно оценивали, и вы себя чувствовали определенным образом. Плохим, глупым, еще каким-то. Это уже, как правило, подтверждение более ранних выводов о публичных выступлениях, о проявлении себя в группе. Это уже ретравматизация. И, скорее всего, если мы будем глубоко копать, мы найдем какую-то раннюю детскую травму до 5 лет, связанную с проявлением себя в группе, с публичным выступлением. Может быть, вы рассказывали стишок над вами, посмеялись ваши одноклассники или в детском саду однокашники, или взрослые, или кто-то из родителей вас болезненно, негативно оценил, и вы почувствовали обиду, или гнев, или стыд, или вину, и это стало сильным эмоциональным стрессом для вашего бессознательного. Вы сделали вывод, что проявлять себя в группе, публичное выступление, это опасно. Да, вот, допустим, ядро травмы было в возрасте 5 лет. Вот. Затем вы растете, да, становитесь старше, да, вам при этом уже дискомфортно проявляться в группе. Да, и в возрасте там 10-12 лет, например, происходит еще что-то, что становится для бессознательного стрессом, да, не обязательно это прям сильно травмирующая ситуация, это может быть просто какая-то ситуация, которой вы даже не придали значения, да, но которая для бессознательного стала достаточно болезненной. Например, в возрасте 12 лет вы там выступаете с рефератом, да, на занятия, вот, и сказали какую-то фигню, и весь класс над вами смеялся, да, и при этом смеялась самая болезненная, смеялась девушка, которая вам нравится. Да, вы чувствуете сильный стыд, сильный эмоциональный стресс, да, и бессознательное делает вывод, находит подтверждение вывода о том, что публичное выступление опасно. Ну, назовем это травмой номер один, да, точка один. Вот. И ваш дискомфорт, да, перерастает в страх, то есть бессознательное вырабатывает стратегию защиты вас от повторения подобных ситуаций, где вы себя чувствуете плохим, глупым, стыдным и так далее и тому подобное. Вот. И у вас появляется страх перед публичными выступлениями. Ну, как я уже сказал, да, в возрасте 20 лет может происходить еще что-то, да, и страх может превращаться в фобию и даже в паническую атаку. Вот. Что еще здесь важно сказать? Важно сказать, что, ну, допустим, вот в возрасте 25 лет, да, там, или 30 лет, вы начинаете искать способы работы с этим страхом, да, потому что вам нужно работать и выступать с презентациями, да, вам нужно выступать публично, и те, кто это делают, в принципе, имеют больше шансов на получение, там, значимых ресурсов в виде денег, да, в виде отношений, в виде интереса со стороны других людей. Важно понимать, что вот эта конструкция, она имеет тенденцию на усиление, то есть бессознательно ищет подтверждение уже сделанным выводом. И если в вашей жизни будут возникать еще какие-то ситуации, связанные с публичными выступлениями, где вы будете испытывать сильный эмоциональный стресс, да, например, вы будете силой этот страх преодолевать, да, он будет становиться только сильнее. Просто за счет того, что бессознательно снова и снова будет находить подтверждение выводом, сделанным в возрасте 5 лет, да, то есть вот это чувство, которое было адекватным в возрасте 5 лет, но стало неадекватным в возрасте 25 лет, оно будет становиться только сильнее по мере того, как вы будете себя пересиливать и специально выступать публично, да, преодолевать этот дискомфорт, потому что бессознательно будет находить подтверждение ранее сделанным выводом. Вот, поэтому с этой конструкцией лучше всего разобраться, да, и делается это как раз-таки проработкой, да, вот этих травмирующих ситуаций, да, и самое эффективное, да, это работа с ядром, да, почему работа с бессознательным является такой эффективной, потому что возвращаясь сюда, да, если классическая психотерапия работает там с этими причинами, с этими причинами, да, она может это убирать, но корень проблемы, да, остается непроработанным. Вот, а возрастной регрессии в системных остановках мы можем доходить до вот этого уровня, и на этом уровне мы убираем причину появления этого страха, да, и вся конструкция обваливается, да, как дерево мы выдираем с корнем, да, и оно перестает, там, загораживать нам солнце, скажем так, если мы говорим про какой-то сад, вот, как-то так, таким образом это работает. В основе любой психологической проблемы лежат болезненные ситуации с прошлого, психологические травмы. Неважно, с чем вы идете к психологу, будь это страх, симптом, проблема в отношениях или что-то еще, причиной всегда является ваш прошлый болезненный опыт, опыт отношений с родителями, партнерами и окружающим миром. Хорошей метафорой здесь будет метафора дерева. Плоды дерева – это симптомы и проблемы клиента в настоящий моменте. То, с чем клиент приходит на терапию, страх публичных выступлений, страх знакомства, страх близости, проблема в отношениях, денежный потолок. Ветви дерева – это кривые стратегии поведения, которые появились для преодоления чувств, связанных с травмой. Это ограничивающие убеждения, комплексы, вредные привычки, компенсации, избегание определенных стимулов. Ствол дерева – это дискомфортное чувство, центральная тема, связанная с психотравмой. Наконец, корни дерева – это причины, самые первые психотравмы, вызвавшие дискомфортное чувство. Как видно из примера, психотравма оставляет свой след на четырех уровнях. На уровне тела – в виде психосоматических симптомов, напряжения и телесных блоков. На эмоциональном уровне – в виде дискомфортных чувств, страха, обиды, вины и так дальше. На уровне интеллекта и логики – в виде ограничивающих убеждений и низкой самооценки. Наконец, на уровне поведения – в виде кривых стратегий избегания и компенсации стимулов, связанных с травмой. Помимо травм, существуют и другие бессознательные причины дискомфортных чувств и неэффективного поведения. Некоторые кейсы включают в себя комбинацию из нескольких типов причин. Каждый из них имеет свой собственный алгоритм проработки. В первую очередь, это такие причины, как идентификация, лояльность, вторичная выгода, наказание, детские обещания и внутренний конфликт. Идентификация – это бессознательное повторение моделей поведения и ролей значимых членов семьи или целого семейного сценария. Как говорится, решить проблемы других членов семьи можно только создав их собственной жизнью. Поэтому мальчик, который осуждает отца за то, что тот агрессивен к маме, может в какой-то момент заметить, что сам стал агрессивным по отношению к любимым людям. Бессознательно мы можем перенимать из семьи целый семейный сценарий, когда мы снова и снова разыгрываем в своей жизни похожие ситуации. Теряем деньги, страдаем в любовных треугольниках, становимся жертвами и находим себе агрессора. Если посмотреть историю семьи такого человека, часто можно найти похожие ситуации в опыте родителей, дедушек, бабушек и даже раньше. Это происходит потому, что значимые для выживания модели поведения, даже деструктивные, передаются из поколения в поколение. Следующий вид причин – это лояльность. Лояльность – это бессознательная преданность убеждениям, правилам и порядкам родителей и семейной системы. Лояльность – это всегда поведение в ущерб себе в интересах другого лица. Слово loyalty с английского переводится как преданность. Это слово хорошо описывает суть лояльности, бессознательную преданность интересам другого человека. Например, если мама не принимает отца, ребенок может из лояльности к ней прерывать с ним отношения. Для такого ребенка отношения с отцом являются предательством матери, поэтому таких отношений следует избегать. Из лояльности ко всем людям в семье, которые жили скромно, человек может бессознательно запрещать себе зарабатывать большие деньги. Даже если это будет происходить, он будет от них избавляться и дотерять их как можно быстрее. Из лояльности к старшему брату-инвалиду, младший брат может запрещать себе жить полной жизнью. Из лояльности к предыдущему партнеру мы можем саботировать новые отношения. И так далее, и тому подобное. Вторичная выгода – это поведение в ущерб себе, которое бессознательно позволяет получать определенные выгоды. Что-то делать или не делать, брать или не брать на себя ответственность за определенные вещи. Например, я начинаю болеть, когда я устал. Это всем известный пример из детства. Или саботирую собственную целью, чтобы оставаться в позиции жертвы и оправдывать мое бездействие. Следующий вид причин – это наказание. Наказание – это бессознательное наказание себя или других людей из-за поступки, совершенные человеком в прошлом или кем-то из членов своей семьи. Другими словами, это бессознательная месть самому себе или другим людям. Бессознательное наказание бывает двух видов. Первый – когда человек наказывает себя. Например, теряет деньги. Или после измены, о которой жена не узнала, у мужчины начинаются сексуальные дисфункции. Или у женщины, которая позволила себе распутное, по ее мнению, поведение, кожное высыпание. Такой вид наказания возникает бессознательно и связан с сильным чувством вины, которое вытесняется из сознательного разума. Другой вид наказания – это наказание других людей. Когда объект мести – это другие люди. Например, родители или партнер. При этом вред может наноситься самому себе. Например, дети могут до старости наказывать родителей своим деструктивным поведением. Следующий вид причин – это зароки, обеты и обещания. Детское обещание – это бессознательное внушение самому себе, данное когда-то в прошлом, и вытесненное из сознания. Это так называемое самоисполняющееся пророчество. Я больше никогда не яркий пример такого внушения. Я больше никогда не вступлю в отношения, я больше никогда не буду доверять мужчинам, я больше никогда не покажу своих чувств. Все это примеры обещаний, которые становятся значимыми для бессознательного и влияют на дальнейшую жизнь человека. Ранние детские обещания – это особенно коварные вещи. Вспомнить их очень сложно, а их влияние может быть колоссальным, определять жизнь и основные устремления человека. Наконец, последний тип причин – это внутренний конфликт. Наличие в психике двух и более разнонаправленных импульсов, ролей или частей личности. Например, при созависимых отношениях – это желание уйти и желание остаться. При курении, переедании или другой зависимости – желание бросить и желание продолжать. Одна часть человека как будто требует одного поведения, а другая – иного. В результате энергия тратится на поддержание конфликта, человек не получает ни того, ни другого. Кроме этого, может заработать апатию и разочарование, вплоть до депрессии. В своем методе я работаю с каждым из этих видов бессознательных причин. Каждый из них обладает своим собственным алгоритмом работы. Подробнее об этом вы можете почитать на моем сайте. Или задать мне вопросы лично в социальных сетях или по телефону. Любой вид психотерапии в конечном итоге направлен на устранение последствий травмы. Какие-то методы работают напрямую с причинами – психотравмирующими событиями в моменте их появления – корнями дерева. Какие-то со следствиями – кривыми стратегиями, выработанными для компенсации или избегания стимулов, связанных с травмой. Теперь давайте поговорим о лечении страха публичных выступлений. Скорее всего, ваш страх проявляется на четырех уровнях. У вас есть чувства в виде страха, есть какие-то телесные проявления, когда вы выступаете публично, вы чувствуете, может быть, удушья, может быть, дрожь, вегетативные проявления, дискомфортные ощущения в теле. У вас есть определенные убеждения о самом себе в виде самооценки, или об окружающем мире, или о публичных выступлениях, что они опасны. И на уровне поведения у вас есть определенные стратегии поведения, избегания или защиты от публичных выступлений, или некие стратегии компенсации, замены. Например, вы определенным образом избегаете публичных выступлений, или определенным образом вашу потребность в взаимодействии с группой компенсируете чем-то другим. Кто-то может почитать, кто-то видос посмотреть, кто-то учится все время выступать публично, но по факту так и не выступает из-за страха. И если я говорю про лечение страха публичных выступлений, то я подразумеваю полное избавление от дискомфорта, связанного с публичными выступлениями. Как это можно сделать? Для этого нужно проработать этот страх на каждом из четырех уровней. Различные виды психотерапии будут работать с разными уровнями. Классическая психиатрия будет работать с помощью лекарств, преимущественно с телом, и определенным образом подавлять чувства. Психотерапия будет работать с чувствами, будет работать с тем, как вы это ощущаете, когда это возникло. Гештальт терапия, психоанализ будет работать с этим уровнем. Когнитивно-поведенческая психология, психотерапия будет работать с логикой, с поведением, с тем, как вы относитесь к публичным выступлениям, что нужно просто преодолевать себя, выступать как можно больше, и с опытом все придет. Я же считаю, что для того, чтобы полностью избавиться от чувства, необходимо проработать его на четырех уровнях. На уровне тела, чувства, логики и поведения. Тогда возможно полное избавление от дискомфортных проявлений. Вы будете выступать публично, и при этом не будете чувствовать того дискомфорта, который вы сейчас испытываете. И это я подразумеваю по словам лечения. Как это возможно осуществить? Для этого нужно работать с причинами. Причины, про виды бессознательных причин я уже сказал. Если брать конкретно страх публичных выступлений, чаще всего это какая-то травматизация, то есть ранние детские травмы. Ядро травмы чаще всего до 6 лет. Какая-то детская ситуация связана с проявлением себя в группе, с проявлением себя на публике, возможно взаимодействие с родителями. В редких случаях это перенятые чувства, когда ребенок обучается этому страху у кого-то из родителей, например, или из окружения, кто боялся публичных выступлений. Просто потому, что ребенок обладает сильной эмпатией, и часто бессознательно перенимает эмоциональные проблемы взрослых. Также это может быть вторичная выгода, может быть внутренний конфликт, но это уже в более редких случаях, как и другие виды бессознательных причин. Соответственно, для того, чтобы полностью избавиться от страха публичных выступлений, нужно работать с причинами, обнаружить их, проработать на уровне тела, чувства, логики и поведения, и тогда интенсивность чувства снизится на 90-100%, и вы будете выступать, чувствовать себя комфортно, уверенно, как и должен себя чувствовать человек, который публично выступает, у которого все в порядке с самооценкой. Моя идея максимально проста. Чтобы навсегда освободиться от проблемы, работать нужно с причиной ее возникновения, ядром психотравмы, самыми первыми и ранними впечатлениями, сделавшими человека чувствительным к определенным стимулам. Мой метод – это комбинация наиболее эффективных инструментов, работающих с причинами дискомфортных чувств, симптомов и вредных привычек. С помощью специальных техник мы возвращаемся к травмирующему событию, прорабатываем его на уровне тела, чувств, логики и поведения, переобучаем бессознательное адекватным стратегиям реагирования, устраняем вторичную выгоду и тестируем результат. Такой способ терапии позволяет в 9 случаях из 10 решить проблему клиента менее чем за 5 сеансов. Сложные кейсы требуют всего лишь больше времени. Результат приходит в 100% случаев. В своем методе я использую техники из разных видов психотерапии. Большая часть работы проводится напрямую с бессознательным состоянием, когда внимание максимально сосредоточено на внутренних переживаниях. Для работы с телом я использую элементы телесно-ориентированной терапии и дыхания. Для работы на уровне чувств – возрастную регрессию, элементы гештальтерапии, системной семейной терапии. Для работы на уровне логики и поведения – НЛП, рефрейминг, римпринтинг. Иногда использую работу с внутренними частями, расстановки и метафорически ассоциативные карты. Результат такой работы бесценен. Когда симптомы или проблемы человека уходят раз и навсегда, его жизнь меняется кардинальным образом. Это совершенно новый уровень свободы, счастья и осознанности. И это самая лучшая инвестиция, которую только можно сделать в себя. Попробуйте сами и убедитесь во всем самостоятельно. Чтобы узнать больше о методе, задать свои вопросы или просто познакомиться со мной лично, оставляйте заявку на сайте, и мы обсудим все вопросы по телефону или в скайпе. Также вы можете связаться со мной в социальных сетях. Под этим видео вы найдете все ссылки и необходимую информацию. С вами был Евгений Базаров. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok